Друзья, это четвертый выпуск шоу Весь Тату, где я с ног до головы забиваю гости Ивана. Мы начали с тату рукава и сегодня будет четвертая татуировка у него на руке. Меня зовут Дима Астанин и я, начинающий тату-мастер. Да, вы сейчас напишите в комментариях, как ты можешь быть начинающим тату-мастером. Как ты можешь быть мастером и начинающим. И правильно вы скажете, говорить начинающий татуировщик. Но согласитесь, начинающий татуировщик звучит очень тупо. И я продолжаю учиться забивать художественные татуировки. В прошлом выпуске Иван, гость, проиграл. Поэтому в этом выпуске мое место и моя идея татуировки. Иван, место и татуировка будет максимально традиционны. Готовься. С пальцами вот этими, с маленькими пистолетами я вообще нормально выглядел? Сегодня на нашем тату-рукаве одно из самых поганых мест. Возможно, это самое больное место, самое неудобное, что и мастеру, и гостю. Потому что ты будешь лежать вот в таком положении. После татуировок на этом месте в основном остаются синяки. И вообще, типа, размер татуировки у нас немаленький. Значит, будем ковырять в районе пяти часов. Место выбирал я, так как Ваня проиграл. Вы все проголосовали за меня. Поэтому право выбора место было мое. И эскиза была мое. В прошлый раз, когда мы перевели с первого раза, была боль. Ну, давай индукции тогда вколем. По поводу татухи из прошлого выпуска. А именно сердца, которое я набивал Димона. Ты как его заживлял? Под пленкой? Но зажила она нормально. И выглядит достаточно стильно. Я, конечно, типа, в одном месте под это. Потерялся с контуром, но в целом мне понравилось. Для четвертой работы, я думаю, норм. По поводу тату-машинки из прошлого выпуска. Заживлял я пеленками. Не под пленкой три дня, как вы не любите. Сделал компресс в течение четырех дней. Потом просто мазал заживляющей мазью еще несколько дней. После кремом. Кремом для рук. Она так зажила в целом. Она очень хорошо. Без каких-либо косяков. У Ивана был выбор между индукционными машинками и ротором. Я думаю, выбор еще один. Подумай еще раз. Ротор. Еще раз? Ротор. Почему? Ну, потому что роторы мне больше нравятся. Друзья, и у вас сейчас есть выбор. Сейчас вылетает подсказка. Выбирайте. Дима, если выиграла татуировка. Иван, если выиграла заживление. Иван хорошо заживил тату-машинку. Но и я ее неплохо забил. Друзья, помните, что есть ничья. Если выигрывает Иван, то в следующем выпуске вы меня наказываете. И придумываете наказание в комментариях. Если выигрываю я, то следующий выпуск такой же, как и этот. Мое место и моя идея татуировки. Также в описании есть ссылка на наш паблик. Там вы можете проголосовать также за меня, или за Ивана, или за ничью. Ну и пишите в комментариях развернутый ответ. Мы читаем все комментарии. И огромное спасибо за обратную связь. Сегодня работаю не индукцией и не обычными иголками, а картриджами. Скажу сразу, что удобно собирать все это. И менять с толстой на тонкую полоску мне тоже будет удобно. Потому что я просто повернул картридж и вставил тонкий картридж. Но как они в работе, мы сейчас посмотрим. И как нашему гостю будет ощущение после индукции и картриджами. Ну конечно мы не то место взяли сравнивать, да? Мне кажется ротор ван лав просто. По ощущениям картриджи гораздо приятнее looks. Типа я вот представляю, что бы было, если бы ты мне колотил сейчас своей индюшкой. Особенно, которую не так давно переделали. Мне кажется, я бы тут орнул прям. Так как в нашей татуировке есть контур цветной. Это на руке татуировка паутина. И она будет битой синим цветом. Чтобы не потерять этот контур, мы сделаем синий сразу же. И потом пусть он даже пачкается, все равно заживет синим цветом. Паутину делаем тоненькой иголкой, тоненьким картриджем 7RL. Паутину делаем тоненькой иголкой. Друзья, первый сеанс окончен. Ваня может спать спокойно. А контур я делал толстая полоса. Картридж EZ11. RS тонкая полоска. 7RL картридж EZ. И держак EZ специально под эти картриджи. Я заказывал специально поэкспериментировать с сайта 28OP. И вообще я все расходники покупаю на 28OP. И вам советую, друзья, ссылочка в описании. Там низкие цены и быстрая доставка. Тебе что трясет туда? Блин, это адство. Она прям горит вся вообще целиком. Как местечко? Тяжелое местечко, очень тяжелое. Я думал, будет легче. Почему мы делаем руку со змеей в два сеанса? Потому что место просто невыносимо. Первый раз Дима делал меня вонючими картриджами с этим проклятым ротором. В итоге мы законтурились, накинули немного теней и решили на этом прерваться. Я остановил первый сеанс. И перенес его на две недели. На две недели, да. Поэтому все зрители под каждым видео спрашивают, когда четвертая часть весь в тату с Ваней, да? Вот она четвертая часть. И типа сорян, но было очень больно. Как-то так. Итак, прошла уже неделя с того момента, как мы начали делать новую татуху. А именно забивать мне бицуху по Диминому эскизу на его придуманном месте, так как в прошлый раз проиграл я. Заживлял я ее пленкой, держал пять дней. Она за пять дней прилипла так, что, отдирая ее, остался синяк, который на руке до сих пор. Девять дней назад я снял пленку. Синяк есть до сих пор. Ну и мазал ее кремом. Соответственно, все зажило вроде норм. Я умоляю Диму сделать сегодня все индукцией, не ротором индукцией. Почему? Потому что ротором долго, больно и поговаривают небезопасно. Вань, а я как раз себе отличную индюху купил для закраса. Это будет шикарно. И Егор мне сегодня ее подстроил. И мы не будем делать картриджемы, да? Нет, мы будем делать тиглами. Спасибо. Вот такая вот индюха, но нейм, но красит вообще прям мясо. Сегодня, кстати, Аня будет снимать. Поэтому, если со съемкой будет что-то не в порядке, можете прям писать ей в личку. Хочу заметить, что синие полоски, вот эта татуировка в татуировке, как будто бы боженька проводил. До такой степени они ровные, что, возможно, у меня на голове паутина, и теперь все паутины я делаю вот так. Слушай, ну ты сделал крутую тачку? Возможно, ты теперь делаешь просто круто. Ну, юно. Первым делом закончим с черным. Начнем с пальцев, сделаем здесь тенюхи. После части рукава, вот видите, да, вот эту полосу, ее делал не я, а человек ноунейм. Не гасите меня в комментариях, что вот здесь криво. Здесь делал не я. Меня попросили провести полоску, типа, Дим, дай, пожалуйста, на минутку провести полоску. Было такое? Было. И как он провел? Мне не видно там подмышкой. Но это место мы закрашиваем в черный, поэтому этого не будет видно. Но так нельзя делать. Типа, надо делать ровно, даже если там мы закрашиваем черным, правильно? Базаром. Готов? Да. Поехали. Закончили со всеми тенюхами и плотненьким черным, и можно переходить к цвету. Иван, ну как? Блин, но ноунейм отлично справляется с своей задачей. Приятнее, чем было картриджами с ротором. Индукция прям огонь. Ну и начинаем раскрашивать первый цвет красный. Так даже несмотря на то, что в этот раз я проиграл. И это можно назвать проигрышем, потому что это было невероятно больно. Но в целом татухой я очень доволен. Эскиз мне изначально очень понравился. Когда я только приехал в студию, Димон мне его показал. Я был, откровенно говоря, в восторге. Плюс цвета, которые есть в этой татухе, они прям максимально стильные. Немного грязного коричневого, потому что это было очень больно. И мы его не добили в очередной раз, да? Опять же, из-за меня. Если у вас будут вопросы к коричневому цвету, типа, это я козел. И в этот раз мы будем зажиглять пленкой. Кстати, контуры я держал под пленкой 5 дней. Напоминаю, 5 дней я типа... Если вы зайдете в мой инстаграм, ссылочка будет вот там, где-то Дима там ее в самом-самом конце для вас оставит. И там вы сможете в сторисах посмотреть, как я буду снимать эту пленку. Ну и вообще, наверное, люди смогут посмотреть, как ты снимаешь с наших татуировок пленку. И будут проверять, реально 5 дней или нет. Главное, чтобы ты видос успел делать, типа, за 5 дней. А там и сторисы будут. Я же не могу спойлерить, да? Ань. И зум на жопу, да? Если мы будем делать второй рукав, и мы будем его делать, типа, мы это место закрашивать тупо не будем. Типа, либо будем закрашивать его минимально, потому что там один хрен ничего не видно, и типа, манал я второй раз испытывать то же самое. Мы так не договаривались. Тебе сейчас наставят дизлайков. Ладно, я готов вытерпеть это и второй раз, если это будет так же стильно и круто. Но место, типа, очень погано. Мы же планировали подмышку делать еще. Вся суть в том, что вот, типа, кожа, которая ближе к подмышке, она дубовая, ты там ничего не чувствуешь. Чуть опуститься стоит ниже, вот, типа, вот к этой мышце. Я не шарю, как мышцы. Называется, я, типа, жирный и не тренируюсь. Но вот в этом месте максимально больно. Максимально больно. Типа, не вынести. Если ты качок, напиши, как называется эта мышца. Друзья, момент в жизни надо ловить и не отпускать. Потому что он может ускользнуть. Но знаете, не в моем случае, потому что я доведу это дело до конца. Я Ивана забью полностью и научусь делать татуировки. Выпуски на канале будут выходить минимум один раз в неделю. Спасибо за просмотр. С вами был Дима Астанин, начинающий тату-мастер. Не забывайте ставить лайк. Писать ваше мнение по поводу моей татуировки рукопожатия со змеей. И всем удачи. А я пошел ловить момент. И вы тоже ловите. И снова, блядь, пистолетики. Да? Блядь.